Дрон запускают в небо не ради красивого видео. Эта камера заменяет человека на высоте. Специалисты госжилинспекции снимают крышу дома на улице Садовой в Безенчуке. Жильцы обратились в службу, жалуясь на протечку кровли. Беспилотник без труда попадает туда, куда человеку добраться сложно, а порой и невозможно. Сейчас, например, не выходя на кровлю, видно по кадрам с этого дрона, каким образом, что, в чем проблема. И тогда уже примерно можно представлять, каким образом ее устранить. То есть раньше выхода на скатную кровлю такого осуществить физически было проблематично. Будет составлен протокол, если есть состав административной промышленности, выдано предписание на устранение нарушений. После того, как управляющая компания устранит подобное нарушение, еще раз приедут, проверят, зафиксируют выполнение в рамках исполнения предписаний, вопрос будет закрыт. Главная задача всей этой нашей работе – это удовлетворенность граждан. Дрон долетает до точки назначения в пределах одного километра, выполняет задание и возвращается обратно. Время автономного полета – 25 минут. Дальше уже его приходится сажать, потому что зависит от высоты. И вот сейчас, например, погодное условие, то есть у нас морозно, получается, что он достаточно быстро высаживается. Ну, мы спокойно успели все посмотреть, и у меня еще заряд остался еще на одну, грубо говоря, проверку. В сентябре представители госструктуры освоили курс по управлению гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Теперь отреагировать на жалобы жителей и устранить нарушения можно быстрее. Полученные фотографии могут стать хорошей доказательной базой при судебных разбирательствах. Годжелоинспекция проверки многоквартирных домов продолжит в Самаре и Тольятти. Если эффективность такой работы будет доказана, то планируется увеличение парка квадрокоптеров. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губернии.